Им не ставят памятников, не вручают медали и ордена, не чествуют 9 мая. Хотя ветераны поискового движения заслуживают этого ничуть не меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Они простые друженики чести, именуемые копателями. Работают на чистом энтузиазме, ничего не прося взамен. Мы являемся, надо сказать, очевидцами последнего мгновения их жизни. Мы последние мгновения жизни человека ровим. Мы видим, как он погиб. Могу сказать одно. Ну, по останкам одежды, по останкам вооружения, каскам, мы можем определить это советский солдат или не советский солдат с точностью до 99%. Мы собираем только советских солдат, потому что врагов мы сюда не звали. Один из благородных рыцарей поискового движения – директор Акимовской основной школы Валерий Туманов. В поисковом отряде «Родник» он составит около 20 лет. Снаряд. Он не разорвавшийся? Да. Отчего снаряд? Это боя приказа. Это будем сдавать, вызывать милицию. Это 45-ка бронебойный. Началось с того, что я здесь стал учителем и время от времени приходилось вызывать саперный батальон из Калуги, чтобы минеры разминировали около школы, где я работаю директором. Уже 20 лет. А потом, так как это поисковое движение нуждается в экономической поддержке, где картофелем помочь выращиваешь дома, допустим, где бензином помочь солдатам, я стал их продовольственным тыловым. Потом получилось, что и пришлось начать и поисковую работу. Все свое свободное время Валерий Юрьевич посвящает поисковой работе. Не просто копает, а ведет подробнейший дневник. Вот несколько строк из него. Я живу на земле, где на зорьке в тумане плывут, словно белые птицы, души, по-прежнему поднимающихся в атаку солдат. Там, где в полумраке заката трудно понять, от чего будто краснеют ручьи, от железной руды или крови. Я живу на земле, где в солдатских курганах покоится в десятки раз больше народа, чем проживает. Где под корнями берез сплетены еще не найденные солдатские кости. Где души матерей все еще стенают в поисках невернувшихся сыновей. Где сквозь годы в звенящей тишине раздается еле слышное «Ура!». Это наши патроны. Смотрите, как они сплавились от времени. Как они могли здесь выжить, бедолаги. Что-то напоминает Столинград. Столинград или Курская дуга. Но это есть и, конечно, Курская дуга. Поисковую работу называет Валерий Юрьевич делом всей своей жизни. И ученикам не устает повторять. Война не закончена, пока не захоронен последний павший солдат. Олеся Хорикова, Анастасия Бушуева. Для Легко.